Илья Пенкин из Старого Оскола не только высоко прыгает, но и долго задерживается в воздухе за счет полных поворотов без опоры. Сложные акробатические элементы парень научился делать полгода назад. Отрабатывал их под руководством опытного тренера Юрия Поваляева на перспективу. На первенство страны готовили другую программу, но в финале поняли, что без спортивного козыря соперников не обойти. Как итог – золото. Я ему разрешил, потому что он, в принципе, был готов. Но тут должна сработать была псих. А он сказал, я пойду. Пенкин выполнил очень сложный элемент. Как бы я был против, но потом меня убедил. В такой возрастной группе 13-14 лет, когда выступал Пенкин, я скажу так, в мире никто еще не делал такую комбинацию. Я делаю в воздухе три сальто, потом поворачиваюсь, приземляюсь на сетку, выпрыгиваю и еще делаю три сальто. И приземляюсь в ноги. Нужно на разбеге большую скорость набрать и постоянно держать в напряжении тело, чтобы не расслабился и тебя в сторону не унесло, не выкинуло. Напарник по команде Илья Халилов тоже сделал непростые элементы. Акробат вошел в число лучших батутистов России, но в борьбе за медали уступил. Конкуренция была большая, но, видимо, они были более подготовленными. К соревнованиям надо подходить с большей ответственностью и все-таки тренировать новые сложные элементы. Удивил всех прыткостью и 10-летний Тихон Дегтяренко. Юный спортсмен с легкостью допрыгнул до третьего места. Я чувствовал большое волнение. Я себе поставил задачу и сделал все свои комбинации. Во всероссийском турнире от Белгородской области участвовали 20 акробатов. Но медали получили только староскольцы. Сейчас в национальной команде тренируются четверо воспитанников Юрия Поваляева. Я считаю, если мы взяли хотя бы одну медаль, мы уже молодцы. А тем более мы взяли золото и взяли бронзу, как бы еще четвертый. То есть результат у нас есть. Мне не стыдно за нашу работу в регионе, за нашу школу. То есть у нас сегодня есть очень достаточно хороших, молодых ребят в ногах. Через пару дней спортсмены отправятся на тренировочные сборы, где будут готовиться к серии крупных турниров 2023 года. Елена Чурилова, Дмитрий Жиликов. Программа «Такой день» на Мире Белогория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова